Одесская область. В ночь на понедельник враг снова атаковал дронами камикадзе. Один беспилотник уничтожили украинские силы противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры. В связи с масштабным пожаром и детонацией боеприпасов организовали эвакуацию гражданских. Спасательная операция продолжается. По предварительной информации пострадавших нет. Напомним, вчера с помощью иранских дронов оккупанты атаковали центр Одессы, трижды попав в административное здание. Обошлось без жертв. Украинские военные изучают тактику врага в использовании иранских дронов камикадзе. В частности, устанавливают, как далеко эти устройства могут летать. О том, что сейчас происходит на юге Украины, поговорим с нашей следующей гостью. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, здравствуйте. Героям слава. Какая ситуация сейчас на месте атаки дронами «Шахет» в Одесской области? Есть ли жертвы? Жертвы пострадавших нет. На данный момент пожар ликвидирован и детонация прекращена. В соответствии с этим эвакуация гражданам не понадобилась. В принципе, и организованная эвакуация была ими отклонена, когда они сказали, что верят в службы чрезвычайных ситуаций и вооруженные силы Украины. А насколько сильно пострадал все-таки военный объект? Незначительное повреждение. А много ли людей пришлось эвакуировать? Люди отказались от эвакуации. Оккупанты в последние дни сократили число ракетных ударов по Украине, но чаще все-таки стали атаковать дронами «Камикадзе». С чем связано изменение тактики, по вашему мнению? Критического изменения тактики действия не произошло. На самом деле, они используют дроны только на той территории, куда они могут доставать. То есть, исходя из тактико-технических характеристик их. Это говорит о том, что тактико-технические характеристики примерно 2500 километров дают им возможности удаления от базы. А значит, это только южные регионы, по которым они могут направляться с временно оккупированной территории. А вот дроны «Шахет» называют еще мопедами из-за шума двигателя. Насколько мощная взрывная волна и вот каков радиус разлета осколков, когда дрон сбивают? Ну, если, например, сравнить с ракетой. Оружие достаточно новое, поэтому оно еще изучается. Нет абсолютно точных характеристик, вот тех, о которых вы запрашиваете. Мы исследуем те моменты, которые характеризуются попаданиями. Мы исследуем моменты, когда дроны сбиваются. И только тогда будут нашими специалистами созданы уже параметры, которые они имеют. Есть информация, что оккупанты умудрились иранскими дронами уничтожить собственную базу в Херсонской области. Если это так, то какие результаты вот таких неудачных учебных полетов? И правда ли то, что иранские инструкторы лично приехали на юг Украины, чтобы помочь вражеской армии освоить их беспилотники? Мы знаем, что инструкторы приехали, но, однако, поражение базы собственными беспилотниками не фиксировано. Известно ли приблизительное количество этих дронов, которые есть сейчас у российских войск? Цифры очень противоречивые. Данных официальных у нас нет. Поэтому я думаю, что наш разведка отработает, и мы будем знать более подробно. Сегодня оккупанты снова обстреляли Николаев. По предварительной информации нанесен удар по промышленной зоне на окраинах города. Также враг наносил удары по городу Очакову и селам Баштанской общины. Какие последствия всех этих атак? Есть ли пострадавшие? Какие разрушения? Пострадавших, к счастью, нет. Разрушения есть, они фиксируются. Все такие атаки проходят в процедуру приобщения к уголовному производству о нарушениях правил и новой наблюдения войны. Мы знаем, что украинская армия продолжает успешно бить по целям врага. Расскажите, пожалуйста, какие потери у российской армии за последние сутки? За последние сутки на нашей... Наталья? Пропала связь. Восстанавливаем связь Натальи Гуменюк, начальником Ведененного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, капитаном первого ранга. И мы как раз задали вопрос о том, что... Наталья, на связи слышите нас, да? Да, я слышала. Да, вот был вопрос перед тем, как связь разорвалась о том, что украинская армия продолжает, да, успешно бить по целям врага. И хотелось бы узнать, какие вот потери у российской армии за последние сутки. Мы продолжаем уничтожать логистические центры, пункты управления и в том числе и места сосредоточения техники, колонны техники, которые они готовят к переправке через реку Днепр. Хотя они не имеют абсолютной гарантии использования мостов, которые с риском для собственной жизни и жизни гражданского населения пытаются все-таки эксплуатировать. Но это очень аккуратно выполняется с большим, повторюсь, риском для жизни. Поэтому тяжелая техника там проходить не может, только легковой транспорт. Ну, они пытаются хотя бы так перевести живую силу. А использование барш, использование альтернативных переправ, понтонных, они пытаются все-таки продолжать. Но мы держим это под огневым контролем. За предыдущие сутки уничтожены 15 расистов, которых уже смогли идентифицировать и утверждать, что они мертвы. А также 14 единиц техники. Вот была еще интересная информация, хорошая, о том, что сбили российский штурмовик Су-25. И на спасательную операцию был отправлен вертолет Ми-8. Его тоже уничтожили. А также вот уничтожили один из беспилотников Шахет в Николаевской области. Да, за предыдущие сутки уничтожен не только Шахет в Николаевской области, но и один из тех, который атаковал сегодня на заре Одессина. И также вот эта операция с попыткой спасти вражеский самолет, действительно она подтверждена, когда экипаж вертолета, отправленный на спасение, тоже погиб. Наталья, а какие есть новости о так называемом референдуме на оккупированных территориях Херсонской области? Вот местные жители, например, пишут, что из-за того, что люди не хотят голосовать, россияне усилили террор в отношении гражданского населения. Да, полицейские методы, к сожалению, одна из основных форм воздействия на местное население у оккупантов. Они пытаются их все-таки принудить к отдаче своих голосов, так называемому волеизъявлению. Мы знаем, что людей ознакомились с тем, как себя вести, что нужно делать, не открывать дверей, не принимать участия, не принимать российские паспорта и пытаться быть отстраненными от этой ситуации. А вот незаконная мобилизация на юге Украины, что известно на сегодняшний день? Тех граждан, которые приняли российское гражданство, которые получили российские паспорта, их тоже пытаются мобилизовать и вовлечь в так называемую спецоперацию в качестве пополнения подразделений. Спасибо вам большое за оперативную информацию. Напомню, Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра силы обороны Юга Украины, капитан первого ранга, была с нами на связи.